Добрый день. В эфире ТОН-ТВ программа Разбор полетов. Я Михаил Горин, мой сегодняшний собеседник, писатель Давид Шехтер. Добрый день, Давид. Сегодня мы хотим поговорить на вот какую тему. Не так давно в Германии избили религиозного еврея. Причем избили его, как было выяснено, именно потому что он был еврей. Он шел в кипи с дочерью, подошли люди, как принято говорить, лица мусульманской национальности, и предварительно поинтересовавшись, еврея ли он, и получив утвердительный ответ, они его избили, прямо при дочери. Все это вызвало большой скандал, но нас в данном случае интересует вот какой момент. После этого скандала местные религиозные авторитеты выпустили рекомендацию, в которой они предложили, порекомендовали, посоветовали студентам местной Ешивы, выходя в город, снимать кипы, чтобы их нельзя было идентифицировать. Давид, Равины правы? Знаешь, Миша, такой случай был и не в Германии, несколько лет тому назад, главный раввин Швеции выпустил такое же постановление, просьбу, рекомендацию, потому что тогда, да и сейчас, в городе Мальме, где очень много мусульман, и есть еще все еще и еврейская община, такая же была история. То есть нападали прямо на улицах и избивали. И я считаю, что Равины правы, потому что кипа, ну что, можно идти в шапки, то есть ничего, в смысле, религиозного от этого не изменится, а вызывать на себя злобу вот этих вот подонков. Ничего хорошего с этого не... Ну, тогда можно пролить дальше, можно вообще на улицу не выходить, можно бороды сбрить. Ну, не надо, не надо, так сказать, преувеличивать. Есть вещи, которые делать нельзя. Я помню, что когда была война в Персидском заливе, первая, и тогда боялись, что Саддам начнет запускать жакеты, скады с химическим оружием, всем раздали противогазы, и противогазы, тогда еще не было противогазов, которые подходили бы для людей с бородой. И стал вопрос, брить или не брить. Вот Рав Горан тогда, он ночью был жив, сказал, что умереть, но не брить бороду. То есть есть какие-то вещи, которые действительно мы не можем, мы не можем ими пожертвовать, именно потому что мы евреи, это наша идентификация. Но с точки зрения кипы, кипа это, как бы, это по-русски ярмарка, это герой молка, то есть тот, кто боится Всевышнего. Это символ того, что человек боится Всевышнего, это покрытая голова. Дарит, ну поймешь, в чем дело? Шапочку и все. Во всей этой истории, помимо религиозных нюансов, о которых ты сказал, есть еще одна сторона вопроса. Это, в принципе, общий, знаешь, такой галутный вопрос, не высовываться. Вот не будем высовываться, не будем, как бы, дразнить гусей. Опять же, вопрос там, где ты проявляешь эту границу. Не высовываться с точки зрения кипы. Не только кипы. Да. Это гораздо более общий вопрос, на мой взгляд. Нет, есть какие-то более принципиальные вещи, как я уже сказал. Если тебе скажут, не иди в синагогу, скажем, в свободу посуду, поскольку увидят, что ты еврея. Нет, надо идти, даже если ты знаешь, что могут на тебя напасть. А с точки зрения кипы, ну, так ничего страшного. Ну, хорошо, оставим религиозную часть. Завтра кто-то захочет провести какой-нибудь еврейский фестиваль. И могут сказать, вы знаете, лучше не надо. Ну, зачем мы будем сейчас высовываться? Идентифицировать себя, чтобы показать, что мы евреи. Опять же, опять же. Могут напасть, могут обидеться. Не надо раздражать людей. Это слишком несравнимая вещь. То, что ты идешь на какой-то маленький компромисс, чтобы спокойно ходить по городу. Маленький. Я считаю, что вполне возьмем. С маленького компромисса многое начинается. Нет, ну, не надо делать далеко идущие выводы от одного маленького компромисса, который я считаю, что в нем ничего страшного нет. Ну, смотри, ведь это все началось-то в Германии, но вот сейчас, когда начались акции протеста после фильма «Невинность мусульман» и вот этой знаменитой французской карикатуры, Мари Липен, дочка известного Липена, тоже выступила с таким же предложением. Она, правда, предложила не только евреям не носить кипу, но и мусульманам не носить хиджаб. То есть не идентифицировать себя как принадлежность какой-то и той или иной религии. И опять некоторые религиозные аптеты во Франции сказали, да, конечно, она не права, но вот с нашей точки зрения, действительно, вот не надо будить зверя. Тут как бы надо внести некое уточнение. Надо же сдлить, как бы, на две части. Во-первых, опять же, позиция французского руководства и тюрецкого – это борьба за то, чтобы как бы их прихожанам, их пастве спокойнее ходилось по улицам, это одно. Что касается Липен Мари, то там как бы не все так просто. Она-то, когда давала интервью, это Лемон, по-моему, она его давала, то она говорила сперва только о хиджабе. Она говорила только о мусульманском засиле. И только когда ей задали вопрос про кипу, сама-то она этого не упоминала. Она тогда сказала, ну да, если уж хиджаб, то это. Но при этом она ведь не сказала, что крест носить нельзя. То есть если ты выступаешь за то, чтобы как бы мы убрали из публичного использования все… Разную символику. Символику. И мы все стали бы как бы французами без того, чтобы мы выделяли, какая она зверя. Тогда убери и крест. Тогда окей, хиджаб, кипа и крест, тогда все нормально. Но если ты не упоминала крест, тогда это уже совершенно иное дело. Это уже свидетельствует о том, какие у нее на самом деле взгляды по национальному вопросу. Но опять же вот вся эта нынешняя ситуация, она вызвана как бы стечением нескольких факторов. Один из них это не только исламские вот эти вот нападки, но это борьба между светскими и религиозными в той же Франции. И светское общество, светские организации, они пытаются как бы убрать все религиозные атрибуты. И евреи тут получается, что страдают. То есть это не только против евреев, но это еще и отражение борьбы между светскими организациями, французскими и религиозными. Но что касается евреев, то тут действительно надо подчеркнуть, что евреи, кстати говоря, есть некоторые евреи, которые голосуют за Лепен. И все вот эти вот попытки как-то убрать религиозные атрибутики, атрибуты, они в первую очередь относятся к хиджабу. И это связано с тем, что во Франции действительно сейчас очень многие начинают опасаться мусульманского засилия, мусульманских атак. И это направлено не против евреев. Тут как бы евреев пристегнули. Это все направлено на самом деле против исламских дел, а не против евреев. Ну хорошо, но ведь все это еще раз говорю. Меня в данном случае интересуют даже не столько чисто французские особенности и внутренние политики, и то, что у них происходит. А мы сами. Ведь порой, когда вот начинается у нас сезон массовых отпусков, я надеюсь, что ты тоже видел, выходит информация от наших правительственных служб, что если вы собираетесь в отпуск, там не ходите большой гурьбой, не говорите между собой на иврите, это опасно. Не стоит носить вот эту религиозную атрибутику и так далее. Не только религиозную, магин Давиды не стоит носить. Магин Давиды и так далее. Хотьболки на иврите. Не идентифицируйте себя как евреи, как израильтяне. Ну, Миша, ну сейчас объективно есть в Европе очень много исламских экстремистов, которые только и ждут евреи, чтобы напасть на израильтяна или на еврея, там воспользоваться его и сбить. Я не вижу в этом, опять же, ничего страшного. Это нисколько не умаляет моей гордости, что я еврея. Я не хочу с этими подонками связываться. Я помню, я был недавно в Гренобле, я шел по улице в Кепешкин. И с мамой мы шли по улице, мы дошли в какую-то улочку. И вдруг мы оказались просто там то ли в Марокко, то ли в Тунисе, там сплошные там эти надписи, сидят сплошные эти люди восточного типа. И один из них нас таки распознал. И он таки шел за нами, кричал Яуд, Яуд, Яуд. Но мы на него внимания не обращали и говорили мы по-русски. Если мы говорили бы на английском или на иврите, он бы понял, что это или американские евреи, или... Да, так по-русски не понятно. А по-русски он не понял, что это вообще. Он шел, 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 мы внимания не обращали, он подстал. А если бы не было бы Кипа, или Магин Дэвид, или написанное в лите, то сбежала бы вся эта публика. Я бы не стал ему спокойно молчать, я бы кто-то ему ответил. Ну, был бы скандал, была бы драка, зачем мне это надо? Что это мне что-то даст, что я этим вот бандитам буду доказывать, что они сволочи и подонки? Нет, ну, я просто спокойно прошел по этой улице и ушел. Ты понимаешь, что все это, в общем-то, может привести нас к политике не высовываться, как бы чего не вышло? Потому что вот этот вот скандал с фильмом «Невинность мусульман» и с этими карикатурами порой раздаются голоса. Я сейчас не беру вопрос о качестве этих карикатур или качестве этого фильма. Я видел этот фильм очень исключительно. Фильма никто не видел, на самом деле, я видел ролик. Нет, не видел фильм, 50 минут. Да? Ну, тебе повезло, ты, по-моему, один из немногих, кто умудрил. Почему? Он висел, висел, сейчас я не знаю, висит ли. Это довольно жалкое зрелище. Дело не в этом, но раздаются голоса. Вот не надо было все это делать, включая карикатуру, которая была в французском журнале, на мой взгляд, совершенно безобидная, кстати. Вот. Именно потому, что вот не надо злить. Но все это ведет ведь к чему? Что мы будем сами себя ущемлять в нашем образе жизни, в том, как мы себя ведем, как мы шутим и так далее. В угоду тому, как бы чего не вышло. Как бы не получить с той стороны оплеуху. Тебя это не пугает? Вот тут я как бы в этом смысле... Мы должны менять свой образ жизни в угоду кому-то. У меня позиция иная. Что касается... Кипы я ее объяснил. Что касается вот всех этих дел. Смотри. Исламисты себя ведут так, что вот им позволено все, а всем другим не позволено ничего. Вот их, не дай бог, оскорблять нельзя. А я хочу напомнить, что исламские страны сейчас являются самым большим рассадником антисемитизма. И карикатуры, которые мы видели, или фильмы, это просто, ну, детский лепет на лужайке. По сравнению с тем, что ли все. Я видел личный фильм, он называется «Диаспора». Он был снят в Сирии. Он был показан телеканалом «Аль-Монар» на всю Европу. Поскольку одно время «Аль-Монар» ходил в пакет для спутникового ТВ. И вот там много всяких кадров, но я один очень хорошо запомнил дело перед Песохом. И вот, значит, евреи заманивают в синагогу мальчика арабского, как дикие звери на него набрасываются. Мальчик говорит «Мама, мама!» Они его скручивают, хватает его, значит, за голову, перерезают ножом горло, все это крупными кадрами. Потом крупно покажет такой желтый медный таз, по которому течет густая такая красная горло. Потом они ее разливают по баночкам. И из синагоги разбегаются посыльные в мацапекарне. Вот, 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 мацан, наконец-то. Сейчас будем делать, вот, 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 вот будем сейчас делать мацул. Посоединия с этим фильм про пророка Мухаммада, оно это обязательно рядом не стояло. Или все эти карикатуры, которые порой перепечатываются в еврейской прессе, которые выходят в Египте, ведущих югипетских газетах, сирийских, йеменских, где эти страшные евреи с волосатыми руками, когтями там с такими носами, они все по локоть в крови то есть им можно получается а нам нельзя, поэтому я считаю, что мы имеем право и на такого рода карикатуру и вот если они сейчас выступают против, то им нужно объяснить, что это свобода слова а если они этого не понимают, то с ними надо говорить на том языке, который они да понимают то есть на языке силы, то есть в данном случае французы абсолютно правы, что позволили эти карикатуры напечатать и большую часть я знаю по опросам французского общества за то, чтобы эти карикатуры были напечатаны, даже после того, как Франция закрыла свои школы, все равно для них свобода слова это вещь очень святая, это одна из базовых ценностей их демократии, они все равно за то есть нельзя в данном случае уступать нельзя сколько бы это не стоило хорошо, мы заканчиваем нашу передачу один вопрос, попробую коротко мне ответить твое личное мнение и все-таки, мы должны во всем, еще раз говорю, и в отношении кипы, где-то на улицах Европы или в отношении карикатур и так далее, речь идет об образе жизни который есть присущ нам мы должны жить так, как мы считаем нужным, без оглядки на других или, как ты говоришь есть некая реальность, которую мы должны учитывать и вести себя в соответствии с этой реальностью во-первых, наш образ жизни должен предусматривать отсутствие оскорблений других то есть оскорблять других людей и их чувства религиозно но они могут сказать, что ваша кипа меня оскорбляет не, не, кипа никого это ты так думаешь они говорят, что да в данном случае, как бы мы должны дать подпор вот то, что сделали в этой самой пуси это было оскорбление я сейчас убираю в этот самый антипутинский план то, что они сделали они пришли в храм который свят для миллионов людей и там устроили черти что этого делать было нельзя снять фильм про пророка зная заранее, что это провокация тоже нельзя то есть я против провокации против оскорбления чувств других людей но это означает, что и мои чувства нельзя оскорблять то есть диктовать мне чтобы я изменил свой образ жизни тоже я с этим не согласен есть какие-то маленькие компромиссы на которые я готов пойти но по большому счету нет если мне скажут перестань делать бред с этим я буду бороться или перестань делать кошелое мясо с этим я буду бороться пойти не в кипе, а в кепочке по улице по-моему ничего в этом страшного нет то есть ты по-прежнему будешь отправляясь в Европу одевать кепочку я многие годы ходил в кипе в последние годы я стал ходить в кепочке поскольку я не хочу спокойно свой отпуск везти в Европе а кроме того знаешь почему я ношу кепочку потому что когда ты идешь в кипе ты сразу выделяешься то есть на тебя сразу обращают внимание а нам выделяться не стоит нет я не хочу чтобы на меня внимание обращались я теряю свою свой правитель то есть свою свою приватность а вот это идет на него не хочу я хочу быть таким как все спокойно наслаждаться своим отпуском и все если я хочу что-то сделать чтобы узнать что я еврей я буду стесняться не буду я выйду в кипе с сыр и мне совершенно будет все равно что подумают товарищи мусульмане спасибо это была точка зрения Давида Шехтера всего вам доброго до свидания ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин